Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме. Комнатные растения. И сегодня мы с вами поговорим о том, почему сохнут листья у комнатных растений и как с этим бороться. Красивое комнатное растение – это здоровое растение, которому обеспечены правильные условия содержания и уход в домашних условиях. Даже небольшие ошибки в уходе за комнатным цветком могут привести к высыханию кончиков и краев листьев, появлению на них сухих коричневых пятен. Такие внешние признаки могут быть как безобидными для растения, так и быть первыми вестниками более глубоких проблем, которые ведут к гибели цветка. Чтобы сохранить декоративный вид растений, необходимо выяснить причины высыхания листьев и устранить их. Этим мы и займемся. Итак, почему сохнут листья у комнатных растений? Чаще всего листья у растений начинают сохнуть в осенне-зимний период. Для комнатных растений это время испытаний. Из-за снижения освещения, включения отопительных приборов создаются наихудшие условия для жизни растений. С наступлением холодов комнатные растения, которые на лето выставляли на открытый воздух в сад или на балкон, переносят в квартиры. Многие комнатные растения болезненно переносят резкое изменение условий внешней среды и реагируют на это сбрасыванием листьев. Осенний листопад часто наблюдается у фикусов, цитрусовых и других древовидных растений. Сезонное пожелтение и отмирание листьев у древовидных растений является естественным. Как деревья на улице сбрасывают свои листья на зиму, так и у комнатных растений желтеют, высыхают или опадают старые листья, чтобы в новом сезоне после периода покоя появилась новая зелень. Чтобы растение полностью не оголилось, сбросив большинство листьев, старайтесь делать изменения условий содержания как можно мягче. Размещайте деревца в одном направлении к источнику света и не допускайте сквозняка. Многие комнатные цветы после обильного летнего цветения переходят в полное состояние покоя. У них высыхает и отмирает вся наземная часть. В земле в спячке остаются живыми только корневища, клубни или луковицы. Цветы с полным периодом покоя это клариоза, клоксиния, клубневая бегония, гипиаструм, галладиум и другие. Для таких растений высыхание листьев и стеблей это неизбежный круговорот жизни. Без полного покоя невозможен их бурный рост и цветение в следующем сезоне. Осенью для них специально сокращают полив, прекращают подкормки и снижают температуру содержания, чтобы они не тратили своей силой и как можно скорее переходили в зимнюю спячку. Ну а почему сохнут кончики листьев? С естественными причинами высыхания листьев у растений мы разобрались. Теперь перейдем к проблемам, возникающим при уходе за комнатными растениями. Часто цветоводы осенью или зимой видят, как кончики листьев у растений высыхают, портят тем самым декоративный вид. Причина появления сухих кончиков на листьях это низкая влажность воздуха, которая зимой может опускаться меньше 30%. В то время как для большинства комнатных растений влажность воздуха благоприятна это 50-60%. А капризные тропические растения будут расти только во влажной атмосфере при 80-90%. Для влаголюбивых растений из тропиков и влажных лесов необходимо создавать специальные условия в квартирах, близкие к естественным. В первую очередь повышать влажность воздуха вокруг них. Для этого их листья часто опрыскивают, протирают влажной губкой и обмывают под душем. Такие водные процедуры приносят растениям кратковременное облегчение для создания влажной атмосферы вокруг растения. Горшок следует поставить на широкий поддон, наполненный мокрой галькой, керамзитом или мхом. Тогда влага будет испаряться с поверхности долгое время, вокруг растения создав благоприятный микроклимат. Еще один вариант повышения влажности воздуха. Поставьте горшок в более широкое кашко, а пустоту между стенками заполните влажным мхом. Для увлажнения воздуха в доме можно использовать электрические увлажнители, декоративные фонтанчики или самый доступный способ вешать мокрую ткань на горячие батареи. Нежные листья тропических растений наиболее чувствительны к сухому воздуху. Их нельзя размещать рядом с горячими отопительными приборами. Под потоком горячего сухого воздуха листья быстро смарщиваются и высыхают. Такие сухие кончики на листьях и коричневые пятна на листьях могут появиться на сквозняке при открывании окон или дверей. Высокую влажность воздуха требуют азалия, поворотники, колотея, строманта и некоторые виды комнатных пальм. Самые засухоустойчивые комнатные растения, которые могут переносить сухой воздух в пустыне, это кактусы и суккулентные растения. Они имеют защиту от испарения влаги из ткани, восковой налет, плотную оболочку или опушение. Из популярных комнатных растений, устойчивых к сухому воздуху в квартире, относятся сенсивиерия или щущий хвост, замиакулькас или долларовое дерево, хоя или восковой плющ, а также пеларгония, ну или комнатная герань. Многие неприхотливые комнатные растения и цветы требуют опрыскивания осенью и зимой, иначе кончики их листьев начинают сохнуть. Заметить сухие кончики можно у таких распространенных комнатных растений, как хлорофитум, спатифилум, драцена, сингониумы и т.д. А вот почему сохнут края листьев. Появление сухих пятен по краям листьев и на поверхности вызывает совершенно другая причина – избыточный полив, который приводит к закисанию почвы и загниванию корней. Если не остановить этот процесс, то растение может погибнуть. Сухие пятна по краям листьев называют некроз или частичное отмирание тканей. Это происходит из-за гибели части корней, поэтому листья перестают получать жизненно необходимые вещества. Сухие пятна по краям листьев, вызванные загниванием корней, обычно темнее, чем пятна, вызванные недостатком полива или низкой влажностью воздуха. Часто по краю пятна проходит ярко-желтая или светлая полоска. Некроз по краям листьев вызывает неправильный полив, когда земля в горшке не просыхает, воздух не проходит к корням и начинают активно развиваться гнилостные бактерии. Этот процесс ускоряет прохладная температура содержания или размещение горшка на холодной основе. Летом всегда тепло, поэтому обильный полив необходим большинству растений. Но с похолоданием осенью и зимой поливать комнатные цветы нужно реже, чтобы не допустить согнивание корней и вследствие высыхания листьев по краям. Усугубляет ситуацию избыточного полива излишки удобрений. В осенне-зимний период большинство растений останавливает свой рост, поэтому потребность в питательных веществах сокращается. Если продолжать подкормки с удобрениями, земля будет засоляться, закисать, а корни страдать в неблагоприятной среде. Если растения требуют обильного полива круглый год, то их необходимо держать в тепле, не допускать охлаждения земли в горшке и беречь от сквозняков. Ну вот собственно и все у нас на сегодня. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или же задать вопрос можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь и вы будете знать все нюансы и секреты выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok